В эти выходные Чебоксарский залив превратился в ипподром. На льду прошли конные бега. За ледяной кубок боролись наездники из Чувашии, Татарстана и Финляндии. Ставки делала и наш корреспондент Татьяна Леонтьева. Пять отборочных заездов, дистанция 1400 метров. Испытание на резвость рысаки впервые проходят на льду. Наездники в беговых качалках. Красиво. Для городского жителя это впечатляет. Все жители города съезжаются, смотрят, получают какие-то эмоции. Мне кажется, да, стоит почаще устраивать такие гонки. Мы пришли первый раз, меня вытащил сын. Нравится, тепло, здорово, атмосфера замечательная и лошади тоже бегут хорошо. Вы выбрали себе фаворита, за кого болеете? Да, выбрали, но только мы забыли кличку, мы знаем только номер. Каким номером? Номер восемь. Под этим номером выступал русский рысак по кличке Лафит. В своем заезде он пришел к финишу третьим. Победил акцент под управлением наездника Владимира Павлова. Каждый день, уже два месяца готовил этот бега. Но льду очень тяжело. Но опасно, потому что лед не земля же. За это очень волнует, это страшно. Сцепление со льдом плохое, и лошадь может упасть. Для безопасности рысаков куют подковами с шипами. Другая сложность зимних бегов – низкая температура. Лошадь зачем накрывается? Чтобы мышцы не замерзли. Впереди у наездника Финила Зимдиханова финальные бега. В своем заезде его конь по кличке Помпей стал самым резвым. Градус на льду повышался с каждым новым заездом. Из 17 участников в финал вышли пятеро. Для победы нужно пробежать не два круга, а целых три. Интрига нарастала с каждым пройденным метром. Кони шли ноздря в ноздрю. Самым резвым оказался жеребец по кличке Помпей. Финил Зимдиханов из Батревского района завоевал большой ледяной кубок Чувашии. На него надеялись, из-за него приехали сюда, в Чебоксары, из Батревского района. Так открылся новый сезон. Календарь лиги расистых бегов насыщен. В июне пройдут отборочные соревнования, а в июле финальная гонка. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.